Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами Роман Дусенко и бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс. Сегодня я прекрасный гость, человек, который мне очень интересен, человек, с которым я уже написал в своем посте в Фейсбуке, что бывают такие моменты, когда ты встречаешь с человеком на несколько секунд, и ты понимаешь, что ты с ним общался очень много. Анатолий Скоромец, директор программы развития системы управления операционной деятельностью, блока логистики и переработки «Избыта» «Газпромнефть». Привет, я очень рад тебя видеть. Я тоже очень рад. По сути, получается, мы с тобой последний раз виделись 19 сентября, я так плавно даты переезжал, но сегодня уже декабрь. С какими идеями, с каким настроением заканчиваешь год? Год получился очень насыщенный, очень яркий, очень сложный и результативный. Буквально вчера у нас был управляющий комитет под руководством Александра Валерьевича Дюкова, где члены правления принимали результаты работы, обсуждали планы на следующий год. и мы в целом, как компания, очень смело смотрим в будущее, то есть строим очень серьёзные амбициозные планы. Супер. Знаешь, наверное, ты мог догадаться примерно об этой цифре, но учёные посчитали, что в зрелом возрасте человека от момента выхода на работу до момента выхода на пенсию, порой – это 70% жизни, вообще жизни своей на работе. Вот получается, твоя работа – это твоя жизнь. Насколько ты можешь сказать, вот у меня тут было несколько до тебя, один из этих спикеров, Володя Маринович, я думаю, вас надо познакомить, вам будет интересно. И вот он даёт очень простую формулу, и он, и предыдущие там спикеры тоже, вот Андрей Ващенко говорил про эффективность руководителя. Эффективность руководителя начинается, в первую очередь, у него внутри. И показателем счастья и руководителя является желание его идти на работу и желание идти с работы. Вот если померить по десятибалльной шкале уровень твоего счастья сегодня, он где? От работы. Да, наверное, никогда не бывает самого абсолютного значения десятки, иначе бы не к чему было стремиться. Девятка, твёрдая девятка, потому что я счастлив, когда иду на работу, я бегу в припрыжку, можно сказать, потому что создана настолько интересная, вовлекающая среда, что я чувствую себя востребованным, моя команда нужной, значимой. И то, что мы делаем для компании, это стратегически важно. Супер. Вот мы написали в нашем анонсе СУОТ, Система управления операционной деятельности, для большинства людей это абрагатабра, ну давай раскрываться. Ну, то есть, вскрываем карты, что такое, чем ты реально занимаешься? Система управления операционной деятельностью, если вот очень такое строгое определение. Очень строгое, конкретное определение. Это структурированный набор, практик, процедур, процессов, взаимосвязанных между собой, которые ставят перед собой задачу достижения максимального результата в области эффективности, надёжности и безопасности. То есть, это применимо вообще ко всему? Да. То есть, к любой деятельности. К любой деятельности, да? Да. Система управления операционной деятельностью существует в любой компании, вне зависимости, задумывались об этом руководители, сотрудники. То есть, де-факто есть. Абсолютно. Вопрос осознанно, неосознанно, управляемо, неуправляемо. Характерические какие-то основные критерии, что это там… Эффективность этой системы. Эффективность. Эффективность, и здесь мы можем говорить о целом наборе показателей. Ну, какие-то самые простые. Самые простые – это объём добываемого сырья, объём перерабатываемого сырья. Ну, объём производства. Да, объём производства. Это может быть показатель такой, как возврат на вложенный капитал. А, роидер. Это может быть прирост EBD, это может быть доля рынка, рост продаж и так далее. А вот в области таких тонких материй, как люди, есть какие-то показатели? Да. Типа там снижение коэффициента текучести, повышение лояльности, вовлечённости, что-нибудь такое. Безусловно. Вот, например, ты сказал вовлечённость – один из важнейших факторов, который характеризует эффективность компании. Вовлечённость, опять, если математическим языком, то это количество поданных идей к количеству работников. И здесь её можно замерять и можно управлять. Вопрос в том, насколько сложно, а это очень сложно, управлять вовлечённостью. Нужна особая культура, если мы говорим об высокой увлечённости, особая культура, особые ценности. Круто. Слово «ценности» мы ещё к ним придём сегодня. Я хочу вот что сказать, уважаемые зрители. Анатолий, конечно, представляет глобальную компанию «Газпромник», но мы сегодня говорим о тех вещах, и так как нас смотрят по всей стране предприниматели, большие, малые, неважно, и у них у всех сидящих перед играми вопрос – как, что? Я часто буду тебя заворачивать на тему, а что сделать, а как? То есть, из простых слов мы попытаемся, может, придумать какие-то простые инструменты, где ты можешь прокомментировать, что вот человеку, который сказал, о, я тоже хочу себе сделать сад в городе Задрюпинск, живущего там с, не знаю, с какой-нибудь маленькой булочной, где 10 человек, ведь тоже там можно наводить порядок и внедрять систему операционной деятельности и повышать лояльность этого персонала. Можно или нет? Абсолютно. Даже если это один человек, например, какой-то частный инвестор, он может и должен иметь и цели, и стратегии, и свою систему управления, своей деятельностью операционной. Супер. Зная тебя немного, у меня была возможность познакомиться с тебя лично, ты прошёл серьёзный производственный путь, и когда ты измерял свою деятельность литрами, тоннами, всем чем угодно, ну, такими вещами, которые можно пощупать, там, сказал, пошёл, сделал. То есть, есть физическое воплощение твоих менеджерских качеств. То сейчас, занимаясь системой управления операционной деятельности, это всё-таки больше такие, как сказать, неосязаемые, интенжибл какой-то вот всё вещь. Как тебе чувствуется вот такого реального от земли, от сахи человека, сейчас оперирующими такими сложными и подчас, наверное, не сразу всеми принимаемыми материями? Драйвово чувствуется. Как ты влюбился в эту систему? В какой-то момент, оглядываясь на результаты своей деятельности, деятельности своей команды, когда я переходил в другую компанию, я вдруг обнаруживал, что то, что казалось незыблемым, то, что казалось навечно, отлито, вдруг теряло формы или даже вообще исчезало. И вот этот вопрос, как построить и развить систему, которая будет не только после ухода руководителя существовать, но она будет ещё и развиваться, совершенствоваться и достигать всё больших высот. То есть, для меня важнейшая ценность руководителя – это то, чтобы всё без него работать. То есть, непрерывность системы управления. То есть, не было никаких провалов, зависимых от личности конкретного человека. Абсолютно. Чтобы система сама себя развивала. То есть, люди, которые, собственно говоря, люди, процессы составляют эту систему, чтобы они, получив инструменты, получив ценности, стратегию, могли совершенствоваться. Слушай, ну, звучит всё клёво, да? Мы с тобой руководители с огромным стажем, и первое, с чем мы сталкиваемся, и любой тебе скажет, вот сейчас наберём телефон или там, если бы открыли, да нету людей, которые хотят что-то делать. Да не надо им ничего. То есть, первое, что происходит в любой компании – это сопротивление, у нас и так всё нормально. Нам вот в этом, в коробочке, и так всё хорошо. Вот начиная процессы такие, глобальный трансформанс, сталкивались ли вы с какими-то непониманием, что ли, на первом этапе? И какими методами? Шашкой, динамитом, я не знаю, или добрыми, ласковыми уговорами, но коль, как говорится, коль ты уговоры лучше, как вообще? Сталкивались всегда, потому что, наверное, это человеческая сущность, природа самого человека, сопротивление изменениям, потому что это всегда, ведь в какой-то момент он находит такой баланс. Система стремится к рукой. Да, да, абсолютно. Уравновешиваются все силы, и когда появляется необходимость измениться, улучшиться, набрать более высокий темп, или конкуренты поджимают, вот здесь нужно выходить из состояния этого комфорта. И это по своей воле делают, конечно же, единицы. Но мы живём в таком мире, в котором уже придумано, уже проверено, и здесь нужно брать лучшие практики. Я хотел бы просто обратить внимание, есть в последнее время, набирая такую силу, модель Аткар, это компания Прасаи, которая разработала методологию, она очень проста для понимания. Есть пять ступеней… Давай пробежимся быстро. Да, давай. Пять ступеней. Первая. Первая ступень – я понимаю, зачем. Понимаю, зачем. Зачем, да. Это в какой момент? Когда ты только пришёл и рассказал, что есть сувод. Понимает, для чего меняться нужно, для чего улучшаться. Конкуренты, например, могут настолько захватить рынок, что вытолкнут и компания разорится. Тогда подожди, вот вообще причины изменений должны быть серьёзные какие-то, вернее, вот началом процесса изменений должны быть серьёзные причины. Да. И эти серьёзные причины должны быть настолько серьёзные, что условно говоря, вариантов уже дальше нет. Вот как причину вы у себя что ставите во главе угла, главную изменений? Наша компания стремится войти надёжно и надолго в топ-10 нашей отрасли, в мире. Мир. Топ-10 мира. Мы уже сейчас, например, по объёмам добычи больше, чем Эни, больше, чем Статойл, чем Конака. Мы вровень с Таталем, а по разведанным запасам даже превышаем их. Но мы хотим быть ещё… И без вот этой системы проэмпирационных действий туда дорога закрыта. То есть, экстенсивно можно добраться? Нет. Мы должны сравнивать себя с самыми лучшими и ставить самые амбициозные цели. Не только догнать ExxonMobil по эффективности, но и перегнать. А вот есть какие-то вот эти, ты говоришь, ExxonMobil по эффективности? А вот за что бьёмся? Чем меряется эффективность? Ну, например, у Exxon уже много лет один из лучших показателей возврата на вложенный капитал. Всё, понятно. То есть, есть конкретные цифры. Итак, ты приходишь к руководителю и говоришь, слушай, вот поэтому мы должны это делать. Он посидел, подумал, понимает, что если он не согласится, его уволят и говорит, я согласен. Нет, а как? Нет, совсем не так происходит. Он понимает, что нужны новые практики, новые подходы, но у него нет второго, нет желания, он не хочет меняться. Это вот вторая ступень? Да, это вторая ступень. То есть, для того, чтобы на второй ступени оказаться на пути к надёжным изменениям, которые приводят надолго к результату, должно появиться желание. Я хочу, я хочу это делать. Заливаем деньгами, заливаем удовольствием, любовью, как захотеть, что же… Здесь несколько подходов, разные инструменты, это и создание вовлекающей среды, о которой мы поговорим, это не просто слова, свои очень чёткие уровни, интересные и необходимые для того, чтобы возникало желание. Есть, знаешь, есть Эд Шайн, очень интересный психолог, и он тоже работает в области менеджмента компании, управления изменениями. Он говорит о том, что есть два страха у человека внутренних, два ключевых, которыми можно играть, можно управлять. Это боязнь за выживание и боязнь за ненаучение. То есть, ненаучение, боязнь нужно ослабевать, то есть, предлагать помощь, обучение, тренинги, поддержку, быть толерантным к ошибкам, не катастрофическим, на первых этапах, проб, а вот боязнь за выживание нужно усиливать. Не будешь меняться, не хочешь меняться, не хочешь исповедовать ценности компании, им следовать, то тогда, наверное, тебе лучше найти другую компанию. Но ведь это похоже очень сильно на отношения людей, ведь, например, ты встречаешься с женщиной, и ты говоришь, что вот у нас такие ценности семьи, он говорит, нет, мне не подходит. Или наоборот, дружба, как только человек один из предаёт друг другу всё ценностей. Итак, первая ступень – понимаю, вторая – хочу. Да, третья – знание. А я знаю как? Знаю. То есть, я понимаю, хочу и знаю, что я должен сделать, с помощью каких инструментов, как измерить мой успех, динамику изменений, потому что если мы не измеряем, то мы не управляем. Четвёртая ступень – собственно говоря, я делаю, то есть, я пробую, я пытаюсь, я анализирую, извлекаю уроки, если я совершаю ошибки, и снова-снова делаю. Отсюда после этого умения приходит уже опыт, навык. И пятая ступень – это совершенствование. Я обучаю других, я развиваю, я совершенствую, я тиражирую, я вовлекаю. Вы сейчас на каком этапе? Сама суть в том, что это модель изменений не организации, а человека. До этого… И все же люди разные. Конечно, конечно. И сумма вот этих состояний человека, и есть сумма состояний организации. То есть, получается, здесь можно говорить о неком превалирующем настроении или превалирующем статусе или состоянии психики человека. Если большинство находится в стадии знаний, то их надо двигать в сторону «хочу». И вот в зависимости от того, где они находятся, по этой лестнице расползлись все, надо их как-то там собирать. Собирать, да, у всех разные темы. Есть методика определения, на какой находится человек в стадии? Конечно. Простая какая-нибудь или сложная? Да, самая простая. Вот, например, эта методика годится для любого даже бытового случая, когда ты хочешь овладеть какой-либо правильной привычкой, либо отучиться от неправильной. Например, курение. Ну, курение, да. Нужно оценить, вот, например, первая ступень, понимаю, если человек хочет бросить курить, он по пятибалльной шкале должен оценить, насколько он понимает, вот глубоко ли он понимает, насколько это вредно, насколько это опасно. Окей. На стадии, на второй ступени. Насколько он желает жить здоровым. Насколько он, да, да. А, ну понял, задавая вот эти вопросы, ты, получается, движешься сам. Ты оцениваешь сам себя по пятибалльной шкале. И если это же уровень три балла и ниже, то вот это и есть тот барьер, с которым нужно работать. Причём нужно идти здесь, методика очень проста, слева направо, и как только на ближайшей ступени, где будет три балла и ниже, значит, там ты застрял. Значит, этого не хватает. Всё, круто. Но это великолепно, очень интересно, и здесь, наверное, очень хорошо ложится, я помню, я слышал твое выступление про распределение желающих меняться в компании, ранее посторонники, да, это вот очень классно. Это как раз, наверное, сюда всё, да? Да, это очень хорошо, знаешь, по-обывательски прозвучит, монтируется. Да. Если считаешь нужным, мы могли бы рассказать об этом или… Я сейчас, ты знаешь, ты мне сказал уже вот такую, как бы, на самом деле, самую главную для меня наживку закинул меня – это вовлекающая среда. Вот бы о чём мне хотелось поговорить, и как создать эту самую замечательную, вовлекающую среду в компании? Ведь, наверное, всё, как ты мне сказал, начинается с цели. Да, я вообще вижу компанию, её жизненный цикл, её путь в таких пяти ключевых категориях. Давай, супер. Первое – это цель. Цель – это та конечная точка маршрута, куда нужно прийти. В компании цель ясна каждому сотруднику? На данный момент не совсем. То есть, как раз-таки на пути преобразований, трансформации, которая протекает в нашей компании по четырём ключевым направлениям, мы ставим задачу довести стратегию до каждого сотрудника. Супер. Вот называя сейчас вот эти мне свои пять компонентов, я понимаю, что ты их не просто называешь, а это значит, что люди внутри компании должны в этом понимать. Да. То есть, окей, супер. Итак, цель, собственно говоря, как она, динамичная, циклическая, что это вообще, как что? Цель – это та конечная точка, где мы хотим оказаться. Ну, например, мы хотим на горизонте 30-го года занять лидерское место в топ-10. То есть, мы должны… Это всё конечное, достигли, и всё, может дальше останавливаться? Безусловно, конкуренты-то не спят, и будут развиваться другие альтернативные виды использования энергии. И мы компания, у которой видение стать флагманом умной энергетики. Поэтому для достижения, вернее, достижением той точки не закончится. Наоборот, мы каждый год будем смотреть, будем анализировать ситуацию на рынках, будем искать возможности. Ведь компания наша гибкая, она всё время смотрит, как открывающиеся возможности, технологии, способы можно принять для того, чтобы улучшить эффективность. Супер. И так у нас есть цель, элемент номер один. Элемент номер два. Это сама стратегия. То есть, это, я бы упрощённо сказал бы, это маршрут достижения цели. В стратегии очень важно таких две составляющих. Это осознанный выбор, когда есть несколько разных вариантов, несколько разных сценариев. И последовательность действий. Вот правильные стратегии, правильные компании всегда осуществляют, следуя этому направлению, осознанный выбор через оценку своих компетенций, своих возможностей, сильных слабых сторон, угрозы возможностей со стороны рынка и конкурентов. И последовательность действий, когда компания не шарахается с стороны в сторону, она не подвержена изменению сиюминутной конъюнктурной на рынке. Ты знаешь, я тут вспомнил, однажды к нам приезжал профессор Сколково и рассказывал, вот вы все думаете узколобые. У нас так, знаешь, стратегия, это вот туда пошёл и всё. Кстати, Клейтон Кристенсен в своей книге «Стратегия жизни» пишет примерно о том же слове. Нет, друзья мои, стратегия – это блуждание по лабиринту. Когда ты думаешь, что у тебя всё классно, ты идёшь и вдруг ты врубаешься в стену, и ты понимаешь, что у тебя всё, непреодолимые препятствия, но с другой стороны открываются новые возможности. И ты разворачиваешься, идёшь, но особенность человека в том, что он уверен в том, что пройдя 10 шагов, ты вновь вышел на прямой маршрут, но ты вновь врубаешься в стенку. И вот это, я бы не назвал это шараханье, но это реальная жизнь, это меня и всё, мир очень вука, в конце концов. Окей, номер три. Это культура. Культура, о. Да, культура и очень связанное с ней такое понятие, как ценность, система ценностей. Я представляю это себе ценности, как каркас для создания культуры, вот в нашей компании и мне лично близок тот подход, который подчеркнут из подхода спирального изменения культур. Спиральная динамика? Да, спиральная динамика. Ты помнишь, да, это когда сначала культура принадлежности, культура силы, культура правил, культура успеха, потом культура согласия, да, и потом этот бирюзомый, мало для кого достижимый пока уровень культуры синтеза. Компания наша в 2016 году осознала, что созрели условия для того, чтобы из культуры успеха передвигаться, перемещаться в культуру согласия. Это очень сложно. А процесс, сам по себе, процесс управления по ценностям, это же параллельный процесс системы управления операционной деятельностью, или они где-то перекликаются? Очень взаимосвязанный, потому что… Там HR же в основном. Это дело всей компании, это дело каждого руководителя на своём месте. Я специально спрашиваю, провоцирую, что на самом деле я именно это и хочу услышать от тебя. Это ни в коем случае не просто задача или только задача HR, это задача бизнес-руководителей. Вот Питер Друкер, если вспоминать, он однажды произнёс, во всяком случае ему приписывают фразу «культура ест стратегию на завтрак». Вот, например, культура силы, организации, которые, например, поставят себе стратегические цели, стать лидерами мирового рынка в каком-то секторе, сегменте, организация с культурой силы никогда этого не достигнет, потому что для того, чтобы обогнать лидеров или к ним даже приблизиться, нужна по-настоящему культура согласия, где другие ценности существуют. Поэтому культура съест на завтрак стратегию и переваживает кафеду. Пару ещё слов про ценности. Вот в 99% российских компаний, будем говорить топ 100, 200, неважно сколько, которые считают себя продвинутой в области менеджмента, заходя на сайт, ты всегда найдёшь раздел ценностей. В 99% – я это уже могу как эксперт сказать – ни один сотрудник этой компании, если встать на проходной, спросить его, пацаны не сможет, не просто их не повторить, вообще не понимает, о чём идёт речь. Как, вот есть ли какие-то реальные инструменты и какие, может быть, успешные инструменты вы используете, чтобы люди поверили в то, что ценности на самом деле являются фундаментом системы управления? По моему глубокому убеждению ценности являются каркасом, таким фундаментом, основой для культуры. Это да, и даже психологи доказали, что вот поведение – это видимая часть человека, то, что мы видим, образ мышления, убеждения и ценности. То есть, ценности в основе лежат поведения, как человек себя ведёт, такие у него ценности. Но это в жизни, мы сложны, то есть, наше ПО запрограммировано так, что мы себя ведём, но ты приходишь на работу во враждебную тебе условно среду, ведь там ты эксплуатируют тебя, то есть, ты продаёшь своё время, получаешь зарплату, а тут тебе ещё говорят – живи по ценностям, которые мы тебе даём. Вот у меня есть кейс очень интересный. Супер, давай. Это кейс, который вот буквально недавно мне рассказали коллеги. В нашей компании одна из ценностей, одна из шести ценностей – это сотрудничество, это умение выслушать своего коллегу, своего оппонента, принять его доводы, аргументы и попытаться найти вместе с ним лучшее решение. Это вин-вин, когда 100% и 100% у каждого оба выигрывают, такой синергетический эффект. И вот, например, коллеги рассказали такую недавную историю. Пришли к одному из руководителей, команда из других подразделений, пришли за его ресурсами. И сразу он встретил их достаточно… Холодно. Да. Сурово. Чего пришли. Да, сказал, что он не видит в этом ценности и не считает нужным тратить время. И тогда один из коллег сказал, ну как же так, в нашей же компании культура сотрудничества… Да, да. И руководитель посмотрел, подумал и сказал, ну хорошо, давайте обсудим, и в конце они договорились, они получили ресурсы, и тот руководитель нашёл и для себя очень ценное. Это вот такой вдохновляющий пример, как даже произнесение слова «а у нас ценность сотрудничества» разворачивает людей. Вот то, что ты мне говоришь, я это, знаешь, это как из христианства, это, может, откровение произошло. Ну вот, по факту, возьмём не про вашу компанию, я просто часто, я фактически каждый день с какой-нибудь компанией работаю. Ну чтобы представить, что там сидит, например, какой-нибудь замгенерального директора или какой-нибудь зампредбанка, приходит к нему какой-нибудь сотрудник и говорит, вы знаете, вот в нашей компании вот так же принято. Но вот страх это сказать, у него зубы на этом немеют от страха, ведь у нас же, к сожалению, культура страха в стране, вот мы боимся, у нас всё-таки чинопочитание, то есть, как это в отдельно взятой компании раскрыть потенциал человека, чтобы он не боялся этого дела? Конечно, здесь должны меняться сами руководители, лидеры. И роль лидера мы с тобой поговорим ещё об этом? Да, мы обязательно, именно они должны создавать такую среду, вот мы снова опять касаемся темы вовлекающей среды, да, и здесь есть очень хорошие инструменты. Я вот, например, могу сходу сказать о таком замечательном инструменте, как практике регулярного менеджмента. О, фантастика! В нашей компании на сегодняшний день их шесть, это практики по проведению эффективных совещаний, практика по линейному обходу, практика по предоставлению обратной связи, практика визуального управления и практика такая диалог развития. У каждой практики есть своё значение, своё применение, есть, это короткий такой двухстраничный документ. То есть, это какая-то брошюрка? Это брошюрка, да. Каждая практика состоит из очень короткого перечисления принципов, что нужно делать, и алгоритма, а как нужно делать. Вот, например, по предоставлению практика предоставления обратной связи, корректирующей, да, то есть, там, где мы хотим подправить, изменить негативное поведение сотрудника. Принципы такие, нельзя её давать прилюдно, её нужно давать один на один. В этой практике важно, чтобы вначале очень кратко прозвучал контекст в глагольной форме объяснения. А что? Вот, например, можешь ты со мной провести короткий психотерапевтический сеанс, корректирующий обратной связи, например, ты мне дал задание какое-то, я не выполнил его в срок, да, там, и не вижу в этом проблемы. Тогда так, я тебе первым делом скажу о том… Вот прямо конкретно, чтобы люди понимали, о чём мы говорим. Окей, например, я попросил тебя к такому-то числу сделать презентацию для предоставления её нашему руководителю. А ты срок… Слушай, слушай, вот просто такая сложилась обстановка, ну, сам понимаешь, что-то вот там приболел, да что-то там дети, ну, я сделаю сегодня, ну, вот там, может, завтра. Я бы сначала тебе рассказал бы о том, что эта практика предоставления обратной связи имеет три стадии, и ты здесь меня должен услышать, чтобы вначале я рассказал о том, как я видел ситуацию, что произошло, потом бы во второй части я бы рассказал о своих эмоциях, как это на меня… То есть, ты прям реально рассказывал бы, ты скажешь, слушай, я утром смотрю на тебя, я хочу тебя вмазать, но я не могу этого сделать. Нет, нет, я бы рассказал бы о том, что ты не представил вовремя презентацию, и это вызвало во мне обиду, например. То есть, это разочарование? Да, разочарование. И ты прям должен об этом ему говорить? Да, да, здесь важно в форме прилагательных, наречий, описывать свои чувства. С твоими чувствами никто ведь не имеет права спорить, они только твои, они в тебе рождаются. И ты, как руководитель, хочешь объяснить, что именно вот такое поведение на тебя так воздействует. То есть, опять же, эмоции и поведение, да? Да, ты не меняешь человека, ты меняешь мотивы его поведения, да. Ты хочешь, чтобы он именно с тобой, именно в этой среде, в твоей компании… То есть, он разделил твои эмоции, чтобы он понял, что это происходит. И в третьей части ты просишь о том, чтобы он дал свою оценку, а как он это видит. И дальше тоже есть развилка, что если, например, это повторяющиеся нарушения, то можно предложить вариант от себя. Снизить объём нагрузки, перевести на другую должность. Да, абсолютно, заявить о последнем китайском предупреждении, да, либо же отправить коллегу, если это впервые… Слушай, ну круто, это, прости, что я тебя чуть-чуть перебиваю, но это классика менеджмента. Неужели руководители надо этому учить? Да, потому что, вот, например, с точки зрения обратной связи, это, на мой взгляд, самый действенный инструмент, самый мощный и самый сложный, потому что люди один на один боятся оказываться друг с другом, даже если он руководитель. Ему зачастую… Некомфортно, да? Да. Ему рассказать о своих эмоциях. Страшно. Предложить подумать или услышать другую точку зрения. Слушай, удивительная вещь, что ты сейчас мне говоришь, я просто ловлю себя на мысли, что когда я работаю как бизнес-коуч с руководителями, первое, о чём мне они говорят, что им безумно одиноко, потому что им некому высказать свои эмоции, дома не выскажешь, подчинение не выскажешь, а оказывается, вот тебе элементарный инструмент открыто поговорить о том, что ты чувствуешь. Абсолютно. И именно вот в такой постоянной, регулярной предоставлении обратной связи, а мы же говорим, есть ещё и другая сторона, положительная, как часто бывает, молодец, а сотрудник не понимает, ну, молодец, а что? Что за молодец, да? Можешь просто так сказал. А вот если ты, например, а здесь важно уже при всех давать эту обратную связь положительную, ты скажешь, что там, Иван, ты выполнил в срок задание, ты сделал очень хорошую презентацию, которая раскрывает суть нашего предложения, ты подобрал очень хорошую визуализацию понятную, ты насытил её конкретными цифрами, и мне не составило труда убедить наше руководство в этой идеи. Супер. Во мне это вызвало чувство, например, гордости, ты можешь сказать, да, и удовлетворение. Спасибо тебе, молодец. И ты совсем чувствуешь себя по-другому, наполняешься сам. Да, и таким образом ты фиксируешь его понимание, что он сделал правильно, ты таким образом программируешь и в будущем такое его поведение. Класс. Человек, он будет и дальше стремиться ещё раз получить такую похвалу и сделает ровно так, как ты ему обрисовал. В чём ценность того, что он сделал? Супер. Слушай, давай вот мы с тобой нырнули прямо в самую-самую суть, и очень важно, но, наверное, очень интересно быть нашим слушателям послушать, а вот систему управления операционной деятельности, вот о чём мы сейчас сказали, а есть какие-то глобальные элементы, из которых она состоит, чтобы у человека сложилось представление, о чём вообще мы это вот сейчас ведём беседу? Да, мы с тобой проговорили, что цель, например, это конечная точка, стратегия – это маршрут, культура и ценности – это такая навигационная система, которая помогает… Мы четыре элемента из пути посмотрели, а пятый – это лидер? Он будет шестой, он во всём в этом, да, пятая – это стратегия. Стратегия. Пятая – это система. Система. Да, и если, например, культура и ценности – это такие звёзды, это компас, по которым мы смотрим даже в условиях тумана, чтобы не сбиться, они помогают нам не сбиться с пути, то система – это, собственно, транспортное средство, это вот то, с помощью чего лидер и ведёт организацию в конечную точку, к цели. Это как какой-то большой ящик инструментов, знаешь, вот такая сумка, в которую ты переносишь, да? Сколько там их должно быть, этих инструментов, есть какое-то количество, 10, 20, 12, 15? Это зависит от многих факторов, да, и от того, какой бизнес-деятельностью занимается компания, какой уровень зрелости. Сколько вы для себя определили ключевых элементов в систему проинтернационной деятельности? Ну, значит, нашу систему мы развиваем таким образом. Мы сначала проанализировали все лучшие практики, что есть в комплексе. То есть, бенч-маркетинг сделали? Сначала такой внутренний, да, то есть, компания очень сильная. Ведь история же компании колоссальная, и она же соединяла в себе другие компании. Ей есть чем гордиться. Мы много сделали передовых вещей, и не останавливаемся, идём дальше. То есть, основа – это наши сильные стороны, наши собственные лучшие практики. Супер. Второе – мы добавили через анализ международного рынка, и не только лучших практик нашей отрасли, но и, безусловно, смотрели и на другие отрасли. Прежде всего, там, где эффективность… Япония, наверное, была. Ну, конечно, да. Это производство конвейерного типа, где высочайшая конкуренция и методы, инструменты бережливого производства там развиты невероятно сильно. Мы, конечно же, в соответствии с нормативной базой, с российским законодательством смотрели, то есть, вводили какие-то ограничения, чтобы соответствовать нашему… Прости, пожалуйста, что я тебя немножко прерываю. Помнишь, я тебе сказал, что время закончится очень быстро? Осталось 5 минут. Представляешь, что мы с тобой в тире, и твоя винтовка – это СУОД, и вот там расположены несколько ключевых мишеней, куда тебе нужно попасть. Скажи, куда мы стреляем? По каким направлениям? Три ключевых направления. Это лидерство и культура, то есть, это трансформация культурная, прежде всего, и практики регулярного менеджмента, это инструмент туда, второй мощный блок – это операционная надёжность, это набор процессов, практик и инструментов с KPI, которые обеспечивают нам надёжную и безопасную эксплуатацию производства. Супер. И третье мощное направление – это операционная эффективность, это инструменты, которые помогают нам увеличивать наши экономические показатели, улучшать их, и в каждом вот этом сегменте есть… Ещё раскладывается, наверное. Очень детализируется. С чего надо начинать? Вот что must-have, без которого вообще никуда нельзя ехать, что должно быть самое первое заложено? Готовность руководителей к изменениям, т.е. вот… Лидерство и культура? Да, это то, с чего он начинается, это то, что нужно соблюдать, поддерживать, демонстрировать личным примером. Знаешь, вот есть такой показатель индекс лояльности, очень такой сложный показатель с точки зрения того, что требует мужества от руководителей, чтобы его принять. Индекс лояльности, он и НПС такой, он заключается в том, что он мерит отношения сотрудников с точки зрения, а порекомендовали ли они своим родным, близким… Работать с этим начальником. Работать в этой компании. И в компании, и в подразделении. И краеугольным камнем там является понимание, насколько поведение руководителей отличается от заявленных ценностей. Круто. И вот, наверное… Супер, слушай, я могу сказать, что я получил колоссальное удовольствие от общения с тобой. Давай подведем быстрые итоги, чтобы люди, которые нас слушали или которые подключились, в результате… Вообще, я считаю, что вот видишь, я всегда… У меня тут уже целый конспект, то есть, если ты хочешь чего-то понять, ставишь на паузу, смотришь. Итак, система управления операционной деятельностью – это необходимый элемент сегодня современной компании. Неважно, 5 у тебя человек, 10, 15, 20. Она существует и так, потому что процессы существуют, отношения существуют, тебе нужно научиться понимать, управлять… Вопрос в эффективности этой системы. Вопрос в эффективности, да. Основа компании – цель, которая определяет точку прибытия. Поэтому, уважаемые руководители, собственно, мы для вас сейчас это говорим. Ставим цель. Второе – это стратегия, маршрут, куда мы идем. Да, последовательность действий и осознанный выбор. Третье – это вовлекающая культура, в которой вы, как руководители, создаете ту атмосферу, в которой и стратегия, и цель достижимая. Четвертое – это ценности, фундамент, каркас. Это ценности и ваши, и ценности ваших людей. Научитесь найти какие-то общие объединенные ценности. Пятое – это система управления персоной, то есть инструмент. То есть, получается, это как компас, который показывает нам ориентир, куда идти. А роль лидера, способ лидера – сидеть, условно, за рулем с УОДа и направлять в соответствии от изменяющейся конъюнктуры движение туда. Основа системы управления операционной деятельностью составляет три элемента больших – лидерство и культура, операционная надёжность и операционная эффективность. Но всё это накладывается на людей, которые в своём принятии или неприятии проходят минимум пять стадий, которые вы должны, как руководители, это понимать, видеть и идентифицировать, где ваш коллектив растянулся, барьером которого является точка три. Потрясающе. Потрясающе. Спасибо тебе огромное. Это потрясающее резюме, здорово. Скажи мне, пожалуйста, в оставшиеся буквально две минуты, как люди, живущие в России, могут прикоснуться к чуду системы операционного управления компании «Газпромнефть». Может быть, вам создать какую-то платформу, где можно прийти, почитать, узнать, поучиться, в конце концов. Ведь ваша же задача не только добывать там нефть и обеспечить так, что энергоресурсами, не только ваши личные цели – быть топ-компанией «Десять мира», но и делиться с нами, со всеми другими, со всей страной своими супернаработками. Есть у вас такие идеи? Безусловно, есть. И вот то, как ты кристаллизуешь, это дальше. И я думаю, что… Пусть это будет лучшая компания, которая будет проводить в России, на мой взгляд, такие, куда-то центры, я не знаю, соотношения инноваций, где я могу приехать поучиться, где могут какие-то краткосрочные курсы, неважно чего. Ведь это же над бизнесом система, и я желаю тебе огромного успеха. Видя то, как ты заинтересован, видя, как ты счастливый, продолжай и будь там… Двигай эту тему вперед. Большое тебе спасибо. Спасибо, Роман. Уважаемые коллеги, друзья, собственники, бизнесмены, развивайтесь, становитесь лучше, учитесь у наших лучших российских компаний, потому что западные книжки надоело читать. Итак, до встречи в следующей неделе. С вами был Роман Дусенко, «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс». Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова